срач по-другому я сказать не могу ну реальный лохматон да ну нафиг мастер который делал ты просто сука козел так издеваться над машиной меня просто ненависть ребят доброе утро сейчас 5 утра город еще спит но мы уже не спим у нас работа едем осматривать фиат это будет fiat добло город александрия отвлекают птицы эта тишина такая аж душит на поехали коммерческий транспорт он для того и коммерческий для того чтобы перевозить грузы для того чтобы зарабатывать денег ожидать чего-то очень классного за после лет эксплуатации того что эта лошадь возила грузы ну вряд ли стоит ожидать вы смотрели машины не с нижнего ценового сегмента вы смотрели середину рынка была уверенность что один из двух автомобилей точно будет хороший и уверенность была то что это будет первый автомобиль первый автомобиль заявлено что человек это частное лицо в принципе база это тоже подтвердила он владеет автомобилем уже более трех лет но также там было написано что он уже два подобных автомобиля продал всегда приехал вот машина на дороге давай смотреть и услышишь друг смотреть на дороге мне крайне некомфортно мне надо походить вокруг машины а тут машины ездят выше меня сбила ну ладно у нас тут есть стадион где тут правда этот стадион непонятно памятник синим танком в общем ладно идем смотреть такие же какие здесь нам не равномерная потому что ну вы позиционируете эту машину не по низу рынка а здесь на нее не самая высшая такой автомобиль я что же мониторил супер там идеале стоит 11 12 я продаю за двенадцатого года 11000 что для того чтобы не быть голословным я зашел на автория и сразу же сейчас посмотрим сколько стоит фиадобло двенадцатого года было бы конечно правильно отфильтровать от 223 кузов от двести шестьдесят третьего вот это было управлено и долго фильтрами играться поэтому у нас задача посмотреть если автомобили дороже хотя бы десяти тысяч на моей памяти я не помню чтобы они там были хотя бы 10 так где ого 9 800 ну не десятка так страница 2 бежим 7 с половиной это него но не суть 8 200 о 9 500 уже приближаемся к десяточки но что-то не десяточка 56 200 5 300 так 6 990 даже с видео так третья страница 8 9 555 6 800 так бежим 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 5 900 так 7 800 третья страница нет и последняя чем именно последней странице 9950 но это как-то не десятка 9 600 ну в общем дороже десяти тысяч я машину двенадцатого года не нашел после получасового ожидания человека который живет на месте а мы к нему ехали пять часов практически ну четыре с половиной плюс заправки как он только подъезжает я уже вижу ну у меня уже просто в душе разочарование потому что я вижу разваленный автомобиль но касаемо бампера я ничего не не снимал вот это ну для меня нету никакого такого бампер висит это когда он висит это называется а чё на зимней резине лето уже давно все сезонное потому что то сезонная с другой шашка идет а здесь ламели непрофессионал это же видите вы эксперт потому что другой сейчас нету на данный момент поставлю было летняя она уже свою изъездила так эту зимнюю поставлю вы говорите он не крашеный просто вы говорили что вы не красили да и ну он спрашивал у меня какие есть проблемы по кузову касается проблем передавал что был удар гаражными воротами вот эту стойку и вот оно тут видно я так понимаю это шпаклевка которая была это единственная проблемная то что вижу я еще в принципе я и таки покупал собирался сделать и так и и не сделал не так это же как бы коммерческий транспорт но мы сюда не смотрим а полочка есть от него нету я тоже не верю но не было но нет так сильно лупить то надо ну я я вижу по истории вы продали не один добло вы как минимум их два продали по вашему номеру телефона продано два добло и какая-то еще там уже не продавал вот это где-то сюда разными воротами единственное что наверное и стекло было пострадавшее потому что здесь стекло разбито и разбито уже очень давно то есть вы вот это считаете что стекло это не разбито то есть нет то что она стоит здесь это заслуга того что мы триплекс так дальше констатирую факту что бампер он на месте не висит вот здесь вот маленький зазор здесь он реально уже большой парень утверждает что он им нигде не клепался ну по крайней мере он второй хозяин по зазорам между парой левой и парой правой тоже не все окей тем более вот эта фара торчит туда а это слегка утоплено также здесь бампер висит вниз видны следы от того что вы пытались полировать вот такое полировать слегка безуспешно с этой стороны также у него многочисленные трещины через все стекло и вдоль стоек здесь тоже не совсем по зазору стоит ты не видно что здесь идет запрессовано отсюда и аж до этого момента дальше вот здесь вот удар утверждаю что был удар ухты ё-моё а тут так нарядно шпаклевки часа возьму толщиномер да ну нафиг тут до металла еще еще реально очень очень многое далеко я не знаю как вам передать то что я видел глазами как весь этот кошмар передать на камере я очень надеюсь что хотя бы часть этого будет видно с расстояния в метр видно уже многочисленные потеки лака и это при том что машина вообще не мытая машина грязная когда машина грязная этого всего не видно плюс машина после дождя на еще в некоторых местах слегка мокрая так где-то же я тут поймал большину чем большина здесь усаженная здесь вот очень часто люди говорят что шпаклевкой не вылеплено вот здесь вот я утверждаю что здесь реально вылеплено шпаклевкой но конечно тактильные ощущения не передадут но вот я ощущаю что что здесь вы реально много высот уже пошла краска облазить если вы думаете что это только в одном месте где якобы ударили гаражные ворота нифига машина покрашена вся и причем место где ударили ворота там еще сделано нормально а вот все остальное это просто тихий ужас то есть как и заявлено заднее правое крыло крашеная но никто не говорил о том что крашеная все остальное цель этого короткого видео показать то что машина в принципе вся крашеная крашена она по кругу под сколом если присмотреться есть такая же краска вот на вот этом моменте на а вот этом моменте вот так же вот здесь все это дело видно ладно идем дальше вот здесь если обратить внимание сейчас я попробую на игре бордюр есть на бордюре будет видно вот этот вот залом вот этот вот это нейрона выведенная шпаклевка вот здесь также сейчас попробую увеличить для того чтобы было понятно наглядно насколько вот так вот видно насколько большой слой из некрашенных элементов у этого фиата только одно заднее левое крыло и только его нижняя часть ладно пыль под лаком я такое видел сплошь и рядом и даже в германии везде я такое видел ну зачем покрывать лаком подертую краску все остальное почухано перечухано перетерта перед уто с таким количеством пыли просто караул и сами двери так правильно надо показать не так а против солнца чтобы хотя бы что-то было видно я конечно правша и с такого ракурса мне снимать крайне неудобно но сам факт фиксирует того что машина она страшная вот уже пошла краска вздуваться вот здесь вот все ржавенькая чем плохо час возьму салфетку уже не против если я здесь вытру и сейчас вернусь очень сильно меня удивило то что когда говоришь человек вот и на этой машине ездишь три года ты за эти три года не видел потеков говорит нет не видел все было классно я ему показывают друг но смотри здесь потеки ответ меня просто убил ну а ложе сделано она жизнь покрашена какая разница как она покрашена уже сделано сколько делать сколько тут делал это проще купить новый автомобиль самый за собой кажется на но так так что цена цена у вас совсем не не такая для того чтобы прийти его купить в таком состоянии так она подождите но то что она деланная это значит что она плохое то что она плохо сделано вот это факт не но она же сделана не моя позиция такая я ее хорошо хорошо по-другому у вас передняя пара колес стоит зимняя задняя стоит летняя то есть нормально да это когда влияет на из как минимум на управление влияет потому что тормозной путь у зимней резины он длиннее а у летней короче из-за плотности самой резины хорошо прям крошили все элементы не ну в принципе вот за сколько за три года использования вы ни разу не видели вот этих потеков так тут без микрометра мир я в принципе микро когда протёр это можете видел я вообще в принципе нету и не страшно ни одного элемента я за это так сейчас попробую вот так вот видны потеки вот так вот видны подкрылок не на месте то все на самом деле мелочи жизни салон пока мы не заглядываем сейчас я покажу что машина вся но она вся в пыле на вся в потеках сколь здесь когда шпаклевали чуть-чуть не до шпаклевали конечно очень тяжело камерой поймать то что видит человеческий глаз вот так по периметру по верхней части вот здесь вот везде потеки от заднего фонаря и аж до честно скажу при таких условиях даже не особо хочется заглядывать под капот вот то что он типа не крашены плохо почухано плохо лаком скрыто заглушка 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 на этом формате уже самая маленькая что что из этого есть по крыше молвинге вон сзади не ровно стоят и вот здесь вот запыленные моменты не знаю приблизительно камерой свечу издалека видно а так особо особо не видно в общем очередной шлак едем дальше чем мы имеем сухом остатке очередной дрыщи причем машина позиционируется по цене выше среднего продавец начал рассказывать но вы же видите какая цена рюдруг цена у тебя выше чем средний у тебя стоит цена 8000 долларов на этот срач по-другому я сказать не могу ну реальный лохмат она ну если бы слегка визуализировать и представить эту машину футбольным мячом то вот такое впечатление что она после футбола побитая со всех сторон на крыше снизу сбоку вообще со всех ни одного живого кузовного элемента у этого автомобиля просто нету и больше всего меня раздражает то что машина которая за 6 половиной мы смотрели она выглядит в разы лучше нежели вот этот вот срач не люблю вот этих вот товарищей ситуация какая он же не говорил что она не крашеная он сказал здесь машина крашена один элемент деланный заднее правое крыло хлопнул дверь гаража и слегка там было сделано но это слегка реально шпаклевки стучишь а там прошу поэтому деревянному рулю такой большой толстый слой что пробилась толщина мерам лишь только в одном месте сзади а так смотришь по всей длине просто аккуратно наложили шпаклевочки даже споттером не вытяне вытягивали не вы аж речь ломается ну да она не в гараже делана она деланная где-то в чистом поле с какого-то пылесоса потому что любой уважающий себя маляр пусть даже находящийся в гараже он сука сделает лучше ну я не знаю парни кто делает вот такую хрень если вдруг кто-то увидит этот fiat dobla я тебе хочу сказать вот мастер который делал ты просто сука козел так издеваться над машиной меня просто ненависть к таким людям самое противное в этом всем этот товарищ мне рассказывает что он владеет этой машиной три года по базе действительно вам семнадцатом году ее купил оформил за три года он вот этого типа не видел то есть то что машина вся как стиральная доска из нее течут как вот так вот сопли шмаркнул и они просто текут вот точно так же на этой машине и он сука утверждает что он этого не видел ну на что вообще надеются эти люди я пять часов пути вырванных из жизни для того чтобы посмотреть на очередной трэш ладно поехали в кировоград я реально уважаю парней которые делают чего-то сами собирают сами баги собираются ки самокаты мотоциклы они это делают с душой не это делают классно второй автомобиль это что-то среднее между проявлением энтузиазма и эклектикой и моё кожаный очень уставший салон хотя его почистить примарафетить и будет еще квитка я вижу что стекла вклеивались корявенькой не каким-то таким непонятным герметиком потому что стекольный герметик он так не отслаивается до высыхает это не мазерати точно очень меня улыбнула приклеенная крышка ремня безопасности правого пассажира на горячий клей у меня девятилетний сын прекрасно понимает что такое горячий клей и насколько он некачественно держит это декоративные поделки уже малой мой взял какую-то бмв выискал ее живет киеве высказал швейсария я такой точно не видел 89 года как бы типа тройка но она такая дурная за мне 4 3 что-ли 4 5 бензин в принципе даже и без этого видно что она крашена как вы определяете на пыл видите вот это вот граничка да 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 треснувшая шкуры уставшего дермантина вот эта кожа вот это типа эко-кожи это вставки он если посмотрите там тканевая основа это искусственное напыление сиденье до санта-фе только с очень уставшего санта-фе я честно говоря вот такого да да столько протертые были не ни разу не видел это мне напоминает девчонок из 90 которые себе шили наряды из того что было под рукой папы на рубашке мамы на и недоношенные юбки главное чтобы был какой-то кусок ткани а дальше подпилим подрежем подделаем и будет замечательно это как раз тот случай ну такой какой потолочек тут сейчас покажу да где-то в бирды чего его скорее всего делали хотя не в бирды чего и делают лучше а зато тут мафан хороший руль такой под уставший коне пробег заявленный был на диагностике просто восемьдесят действительный пробег но как бы как есть уже я смотрел шо пробег я смотрел с 83 180 с таким рулем так как мне сказал кстати даже мой товарищ потому ему верю это никто сюда сервисе подтвердили везде пробег на сто восемьдесят четыре тысячи ребят нифига не верю я видел большое количество машин вот просто не верю возможно вот она есть машина если посмотрите давайте очки увидите переход краски с почка клеили вот здесь вот нормально заклеили здесь прощелкали такие тонкости дороге у вас конечно здесь просто жопа исторически это да это кировоград не киевлянин это в армии служил находились честно как ступнил толтос ох и пораскидал мою водолы идем в астралии канале находили все друг друга и кто при памятном кроме россии мне очень понравилось то что мотор был холодный когда мы запускали двигатель важный момент было запустить его именно холодным вот это плюсовая клемма водить не да да можете запускать солярка не пахнет запускайте этот борщ плавает двигатель мы запустили и после того когда мы запустили двигатель и я понял что там нифига не 184 тысячи потому как как там молотит распредвал по клапанам вряд ли это передать можно на камеру это можно услышать и моя задача заключалась лишь только в том чтобы найти подтверждение этого скрученного нагло пробега да он был поправлены и в щитке приборов на подушках безопасности будут корректированы но он был откорректирован не везде и момент где прощелкали скрутить этот пробег было зафиксировано что эта машина проехала без малого полмиллиона значит родной пробег этой машины четыреста двадцать шесть тысяч километров хорошо запомнил четыреста тростись незатейливая простота этого продавана меня просто улыбнула когда он показал пробег в четыреста двадцать шесть тысяч километров он безозрения совести сказал надо будет стереть так так стереть ложки его дали день на мертвецов сегодня урожайный насмотрелся на восставших из мертвых наслепленных из кусков когда я еду сматривать дешевые машины я хотя бы морально к этому готов сегодня я не был морально готов я не уверен будет ли продолжение этой истории в украине скоро откроются границы посмотрим чего есть в европе там хотя бы в 80 случаях и 100 можно посмотреть пробег не залазя в мозг автомобиля ну а с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дорогах всем пока 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 пока